Элла Костромичева живет с девизом «Падать и подниматься». Верховая езда для нее не просто хобби. Лошадь в первую очередь рук. Еще с детства она влюбилась в грацию благородного животного, а три года назад нашла себя в спорте. Во время учебного года все выходные девушка проводила на конюшне, а с приходом лета каждый ее день начинается и заканчивается здесь. Мама, папа поддерживают меня, покупают мне разные амуниции, снаряжения. Я участвовала в соревнованиях по выездке и 16 мая сдала на второй взрослый разряд. Надо прийти почистить лошадь, поседлать, потом поездить, потом ее отшагать, поставить, дать вкусняшку. Казачий иконный клуб начал свой путь 9 лет назад в Березовичах. Безмерная любовь одной семьи к лошадям доложит большому бессрочному проекту. С тех пор все, кто хотят связать свою жизнь со спортом, сделать красивые фотографии или просто прогуляться, находят сюда дорогу. В Ермаке, который с 2018-го располагается на территории Бавруйской крепости, есть все условия для особенного хобби. У нас не просто прогулки на лошадях, причем мы плюс, допустим, людям рассказываем об истории Бавруйской крепости. Клуб существует на средства нашей семьи. Сфинансирует его крестьянское фермерское хозяйство «Казачья поляна». Это наше семейное фермерское хозяйство. У нас занятия платные, обучение, прокаты. Где-то мы ездим, выступаем, даем представление по джигитовке, по конно-труковым различным мероприятиям. В конюшне Ермака шесть взрослых лошадей, один же ребенок и еще три пони. Сейчас здесь на постоянной основе занимаются почти 20 ребят. Приезжают и люди постарше, иногда целыми семьями. Основная деятельность клуба – конкур и джигитовка. Здесь рады как любителям, так и профессионалам. Но предупреждают – если ребенок хочет стать спортсменом, то должен понимать все риски. В первую очередь – травмоопасность. Родителям стоит задуматься и о своем кошельке. Конный спорт – не дешевое занятие. Комплект наездника – каска, бриджи, ботинки с каблуком, перчатки и хлыст – обойдутся минимум в 500 рублей. Плюс экипировка лошади – еще тысяча. У молодых садников прошел очередной этап их спортивной жизни. Турнир по конкуру на чистоту и резвость. Правила предельно просты. За каждую поваленную жертв начисляют штрафные очки. За два отказа лошади всадник снимается с соревнований. Высота препятствий – 60 сантиметров. Этот маршрут – хорошая возможность проявить себя и наметить ориентир к большим достижениям. Это, во-первых, популяризация конного спорта в Бобруйске, в Бобруйском районе. Мы смотрим на взаимодействие всадника и лошади, как они работают. Выбираем более перспективные спортивные пары для дальнейших каких-то высот, других соревнований. И для них это хороший стимул двигаться вперед. Радость может, восторг. Ну, это моя первая золотая медаль, поэтому долго к этому шла. В соревнованиях может третий раз, а так показательные выступления. Цены в Ермаке куда меньше столичных. Простая прогулка обойдется в 20 рублей, с экскурсией – 25. А вот полноценная тренировка по конкуру – все 30. Работает конный клуб со вторника по воскресенье с 8 до 20 часов. Здесь научат не только сидеть в седле, но и общаться с лошадью. А если захватить с собой кубики сахара, то сразу же можно поладить с постояльцами. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели.